В общем, сегодня про доверие и про чёрных риэлторов. Мы предлагаем вам такой общий опрос, который объединяет обе темы. Вы, если хотите, можете, конечно, писать комментарии. Если совсем ленивы, можете просто проголосовать и так поучаствовать в разговоре. Предлагаем такой вопрос представителям какой из основополагающих сфер жизни общества вы доверяете? Первый вариант чиновникам, военным, работникам органов. Второй вариант религиозным лидерам. Третий вариант учёным и другим образованным людям. Четвёртый вариант общественным активистам. И последний вариант капитанам производства, то есть предпринимателям. Выбирайте свой вариант, я уже проголосовал. Сейчас мы поговорим про то, что можно верить в безопасность, но, кажется, надо быть настороже, потому что наступают снова дикие времена. Вот вы сидите дома, смотрите ИТВ, вам уютно, хорошо. И тут появляются незнакомые люди, которые говорят, что вы в своей квартире просто так жить не можете, что её часть или даже она целиком вам не принадлежит. В такой ситуации оказалась Екатеринбурженка Татьяна Батура. Мы сейчас с ней поговорим об этом. Компанию нам составят Людмила Плотникова, начальник юридической службы Уральской палаты недвижимости, Наталья Фадеева, юрист, и Ульяна Мелицына, помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга, старший помощник. Здравствуйте, милые дамы. Расскажите, пожалуйста, что случилось, как так вышло, что в вашу квартиру пришли люди, которые хотят получить половину этой жилплощади? В 2004 году судёй было принято решение, после чего за нами стало значиться полторы квартиры. И спустя, в 2014 году, 16 января первый раз появился рейдер, который без предупреждения начал вырезать двери. Простите, что значит полторы квартиры за вами стало значиться? То есть, у вас была квартира, и судья что решила? Из-за чего было решение этого суда? Решение суда не было признано моё регистрационное свидетельство об единоличной собственности, что по закону должно быть признано. Значит, и в решении была указана одна вторая доля бывшему моему супругу, просто одна вторая доля. Так, и появился этот супруг или какие-то другие люди, которые говорят, что вот не вся ваша квартира ваша? Значит, супруг появлялся, конечно, но спустя какое-то время, значит, появился другой человек, значит, затем ещё один человек был, а теперь вот появился вот этот вот рейдер. И происходит, значит, рейдерский захват квартиры. Давайте посмотрим, как это происходит, потом ещё немножко проясним ситуацию. Дело было, значит, где-то около двух часов ночи. Семья уже вся у нас спала у меня, то есть дети и внуки спали уже. И вдруг я, значит, сквозь сон услышала хлопки очень сильные. Сначала стреляли в комнате, где я сплю, то есть то окно стреляли, но не попали в окно. Выстрелов где-то примерно около шести было, наверное. Со второго хлопка уже полетели стёкла. То есть у меня трёхкамерник, полетели стёкла. Мало этого, значит, ещё задели, ещё и соседей. У соседей выбито балконное окно. И, я не знаю, или рикошет там попал, или ещё что, у них повреждена рама. Кроме окна, значит, началось это 16 января 2014 года, значит. Вот уже неоднократно была эта дверь повреждена. Здесь куваудами били, ломами выламывали. Тут замки все эти выламывали, вот таким же образом были выбиты. Тут отжимали уже, я не знаю, чем тут, какими-то средствами механическими разрезали, болгарками. Вот здесь, с этой стороны, вообще дверь отклонялась на 2 сантиметра. 20 января я была с внуком дома одна, и вот уже когда дверь отклонилась, мне просто уже, я испугалась за жизнь внука, поэтому пришлось мне уже баллончиком брызгать. Я уже сейчас счёты сбила, сколько я дверей уже поставила, но денег я уже сдержала где-то примерно около 250 тысяч на одни двери. Так, ещё раз, вы разошлись с мужем, за вами осталась квартира в вашей единоличной собственности. Проходит несколько лет, появляются люди или сам муж, который говорит, что нет, вообще-то половина моя, и суд говорит, что она и ваша, и ещё часть вам не принадлежит. А потом появляются люди, которые агрессивно, ну вот очень агрессивно хотят эту квартиру отнять. А они какие основания юридические приводят? Они что говорят, документы какие-то показывают? Документов я не видела совсем, значит, он мне документов никаких не предъявлял. Единственное, я увидела уже документы в полиции. То есть, там показали, что есть свидетельство о собственности, в котором, значит, соответственно, там есть недостатки очень большие. Так, в свидетельстве о собственности написано 0,5. На одну вторую долю, да. На одну вторую долю. Как это может быть? Вот юридическая коллизия и с чем она связана? Это чистое мошенничество или это какое-то, ну, недоработка, что ли, регистрационных служб, ещё чего-то? Ну, на самом деле история, я так понимаю, банальна, на самом деле, всё-таки. Скорее всего, было приобретение по возмездной сделке, да, купля-продажа квартиры была. После, в единоличную, я имею в виду оформлена на ваше имя, после чего был развод. И суд уже, по заявлению, скорее всего, бывшего супруга, признал за ним одну вторую доли в данной квартире. Вопрос, на самом деле, возникает. Вы сказали, что суд был в 2004 году. А вот эти 10 лет, он на протяжении 10 лет пытался вселиться в эту квартиру? И никаких исполнительных листов? Нет, исполнительные листы были. То есть, исполнительный лист был о вселении, да? Но вы его туда не пускали. Почему не пускали? Но если был исполнительный лист, обычно он и получается только в том случае, когда... Он не вселялся просто. Нет, исполнительный лист получается только в том случае, когда мы говорим, что человека не пускают, скорее всего, в квартиру. На самом деле, история, ещё раз повторюсь, банальная, она не единичная, этот случай, на рынке. И проблема только в этой ситуации в том, что собственники, су-собственники не могут договориться о том, как они будут пользоваться квартирой. И каким образом им разделить вот это вот имущество, которое в судебном порядке всё-таки было признано долевой собственностью. Я так понимаю, что в 2004 году было решение суда о разделе имущества. Бывшего супруга в квартиру никто не впустил. Он получил исполнительный лист на основании 10 лет, скорее всего, пытался въехать в эту квартиру, но, скорее всего, не смог. Что и послужило поводом, скорее всего, уже натовить на бывшую супругу. Я на сторону Татьяны встану. Дело в том, что не сам муж сейчас претендует, а другие люди, которые говорят, что им этот супруг продал эту половину. То есть при совместной собственности ты не можешь продать её, не спросив совладельца. Что в данном случае нарушена, какая статья в законе нарушена, либо что нарушена сотрудникам регистрационной службы, когда был заключён договор копли-продажи? Преимущественное право покупки было нарушено. Вам предлагали? Нет, не предлагали. Более того, что федеральный закон 122 нарушен. Но давайте так, если вам не предлагалось, то в течение трёх месяцев вы можете в судебном порядке требовать перевода прав, обязанностей покупателя на себя. Когда вы узнали о том, что объект продан, одна-вторая доля? Я узнала в апреле месяце. Ну и документов оригиналов вы не видели всё-таки? Оригиналов я не видела. Чисто юридически нельзя сказать, что узнала, потому что есть некоторые предположения агрессивных людей. На сегодняшний день вы сходили в органы исполнительной власти, вы узнали о том, что объект продан. Давайте, в принципе, можно же организовать помощь. Например, я могу вам помочь написать исковое заявление о переводе прав и обязанностей покупателя на вас. Спасибо, я сама напишу. Хорошо, но мы вот то, что видели на кадрах, мы ещё видим нарушение одного правила, даже закона незыблемого правила на собственность, на собственное жилище. Здесь приходят агрессивные люди, которые ничего не показывают, врываются. Можно ли их как-то наказать и хотя бы, даже если там есть какие-то законные основания, перевести диалог в легальную форму? Конечно, то, что мы... Я, простите, я вас хочу спросить и вас, Венен. Давайте с вас начнем. Я думаю, что, как минимум, требовать возмещения причинённого ущерба точно можно, поскольку, как сказала наша пострадавшая, она потратила больше 250 тысяч рублей только на одни двери. И, как минимум, я думаю, компенсацию морального вреда она также может требовать. Зритель слышал про 200 тысяч. 250? 250. Да, 250, сказали. То есть, как минимум, я думаю, компенсацию морального вреда всё-таки нестандартные, скажем так, способы вселиться в квартиру были использованы. То есть, стрельба, выжимание дверей – это не совсем цивилизованный способ. Как и кому предъявлять эти претензии, если люди документов не показывают и никаких оригиналов документов нигде, кроме отделения полиции, ну вот пока никто не видит? Ну, предъявить получится только, когда все лица будут установлены, когда будет понятно, кому конкретно предъявлять претензии. Ульяна, как вам кажется, это же отдаёт каким-то просто беспределам. Как с этим можно бороться? И даже если есть спор между двумя собственниками квартиры, то, наверное, он не так должен протекать. Пожалуй, не так. Вообще представители правоохранительных органов в этом случае должны давать свою квалификацию. Это может быть как самоуправство расценено, как умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, как хулиганство, если речь идёт о применении в том числе огнестрельного оружия, либо других форм оружия. Поэтому мне вот просто интересно, Татьяна наверняка обращалась в правоохранительные органы каждый раз, когда происходили такие случаи. Какие процессуальные решения принимались? Возбуждались дела, либо отказано было возбуждение уколовного дела? Практически отказаны материалы. Вот в рамках... Вы изучали, да, постановление об отказе возбуждения дела? Там были установлены лица, которые совершили в отношении вас противоправные действия? Фамилии, может быть? Ну да, вот из рейдеров, которые приходят, то есть ОПГ, это рейдеров приходят, значит, двое, конечно, известные. Это братья Жигаревы. Один из которых проживает Олег, проживает по Бебеля, 138. Как-то мотивировали они свои действия? Может быть, комментировали? Может быть, требования выдвигали? Требования в мой адрес выдвигались один раз всего, чтобы я выкупила долю, а так были только угрозы в наш адрес, значит, были угрозы моему сыну, избивали неоднократно моего сына. Также, значит, мне через интернет были угрозы групповым изнасилованием. И что сказали правоохранительные органы? Почему нет состава преступления? Без комментариев. Вы вправе обжаловать каждое из таких постановлений? Обязательно обжалую каждый раз. Оно отменяется, да? Отменяется. Для дополнительной проверки. Вы надзираете за полицию. У полиции есть вообще какая-то возможность, ну, вот такую системную травлю или такие системные нападения предотвращать и на них реагировать? Вообще, это обязанность полиции с точки зрения федерального закона о полиции. Профилактика прежде всего. Если не получилась профилактика, то уже защита прав потерпевших от посягательств противоправных, да? Однозначно обязанность такая существует. Поэтому не совсем... Но я думаю, после эфира пообщаемся. Более того, значит, я хотела бы, конечно, сказать, что я, значит, в Екатеринбурге в этом плане не одинока. Значит, у этого Жигарева, значит, Олеги, более 24 объекта недвижимости. Адреса все известны. Может быть, он просто рантье. Людмила, насколько чисты такие конфликты? Вы сказали, что это частотная ситуация. Можно ли говорить о чёрных риэлторах? Я знаю, что риэлторы не любят эту терминологию. Вы в 2000-е только отмылись от вот этого плохого имиджа Вашей профессии, который подпитнали нечестные коллеги Ваши или вообще даже не Ваши коллеги. Но тем не менее, насколько это частые ситуации? Будут ли они возникать ещё раз? И кто под угрозой? Все владельцы вторичных квартир или все, кто когда-то разводился с мужем? Все те, кто не могут своевременно договориться о порядке пользования объектом. И, как правило, была ситуация несколько лет назад, опять же, при участии Уральской палаты недвижимости, где выкупили 1,225 доли в трёхкомнатной квартире. И туда заехали три человека, владея этими долями. И они просили баслосновную сумму за свои доли. И вот тогда, в том числе с нашим участием, была определена рыночная стоимость. И выкупили по рыночной стоимости. То есть это было уже не 300 и не 400 тысяч рублей, как они изначально требовали. А за 70 тысяч рублей была совершена сделка купли-продажи. И все собственники, члены одной семьи завладели полностью 100% квартирой. Но предыстория была следующая, что часть этой квартиры получила в наследство вторая жена наследодателя. И родные дети, так как она им приходилось мочить, они её стали выгонять. Женщина была старенькая, и она была вынуждена в последующем обратиться к агентам, чтобы они выкупили её долю. И вот эта проблема как раз возникает только в том случае, как правило, когда люди не могут между собой договориться. Но в конечном счёте, спустя годы, спустя множество затраченных времени, нервов, в том числе денежных средств на юристов, приходят всё-таки к определённому знаменателю, и происходит, как правило, какой-то разумный выкуп той или иной доли. Но то, что мы сейчас увидели, конечно, это незаконные действия. Я думаю, что они должны преследоваться законам. Татьяна, я хочу просто понять, вы пытались договориться или не было никакой возможности, и к вам никто никогда не обращался? Всё-таки муж предъявлял какие-то уже претензии на эту собственность или нет? Вы однажды договорились и полностью в своём праве на 100%? С мужем, когда мы разводились, мы договорились, что значит он забирает всё движимое имущество, оставляет нам с сыном квартиру. Ну то есть это его сын, которому угрожает в том числе сейчас? Да, конечно. А это как-то было закреплено документально? Документально нет, документально это и заверение нотариусам не было сделано. То есть мы договорились просто обоюдно, доверяя друг другу. Ещё раз, таким образом, кто под угрозой? Потому что вот зрители спрашивают, можно ли как-то проверить историю квартиры, чтобы потом не выплыли неожиданности. Каким образом в таком случае можно защититься и кто всё-таки под угрозой? Те, кто когда-то разводился, те, кто купил вторичную квартиру, кто вообще? Вы можете предсказать? Почему, например, не могут ко мне прийти и потребовать? Проверить историю квартиры, конечно же, можно. То есть, как минимум, когда человек покупает новую квартиру, он должен поинтересоваться у продавца истории этой квартиры. То есть на каком основании он приобрёл право. Как минимум, сделать запрос о наличии обременений в этой квартире и так далее. А по поводу того, кто под угрозой, вот как сказала уже коллега, под угрозой те, кто, возможно, не слишком внимательно или не до конца закрепляют свои договорённости документально. То есть, к сожалению, здесь именно такая ситуация. То есть, если бы письменно были закреплены договорённости о разделе имущества, то такой ситуации можно было бы избежать, я думаю. Пишут, что то, что Вы рассказываете, спрашивают, это просто хулиганство или нарушение закона. Есть ли прецеденты, когда чёрные риэлторы получали реальные уголовные наказания и говорят, что нужен просто один громкий показательный процесс такого рода. Говорят, что есть базы, где указаны недобросовестные компании и застройщики. Почему нельзя создать аналогичный список чёрных риэлторов? Можно ли создать такой список? Ну, он существует, но мы его ведём для именно членов профессионального сообщества. То есть, он не в открытом доступе. Это не так, что можно зайти куда-то посмотреть по спискам, чёрный он не чёрный. Но недобросовестный список агентов, конечно, он ведётся, он есть. Ещё спрашивают, у кого требовать, видимо, компенсации. Я так понял, что однозначно нельзя обвинять бывшего супруга в содеянном. Кто должен будет понести груз финансовой ответственности в этом случае? Причинители вреда, конечно. А Татьяне что-то нужно сейчас в этой ситуации платить какие-то деньги? Вы сказали, что можете помочь. Нет, мы говорим о том, что у неё сейчас есть право о переводе прав и обязанностей покупателя на себя. Как таковой, коли нарушено её право, что её никто не поставил в известность о том, что происходит отчуждение долей. Но можно определить рыночную стоимость, обратиться к оценщикам, заявить данную стоимость уже в судебном порядке и решить этот вопрос цивилизованным путём через суд. Было бы всё гораздо проще, если бы доли у них были неравные, например. У него была, например, какая-то маленькая доля, даже, например, 1,5 или 1,10 данного объекта. У нас здесь применяется 252-я статья Гражданского кодекса, которая позволяет без всяких вопросов даже выкупить без всяких, без перевода прав и обязанностей покупателя на себя, так как доля незначительная, должна не нести в себе существенного интереса для владельца. В этом случае можно понудить через суд, продать эту долю по цене, которая будет определена оценщикам. Хорошо, давайте сейчас узнаем мнение горожан. Мы спросили, как они себя уверены или не очень чувствуют в своих квартирах, и вообще, кто из владельцев под угрозой, кто представляет эту угрозу. А после этого поговорим про то, кто может ещё нести ответственность. Например, может ли риэлтор заплатить деньги, если он провёл какую-то сделку непроверенную, например. Да хоть от кого, мне кажется, и от соседей, и от родственников, всё что угодно. Больше, наверное, от родственников стараются. От чёрных риэлторов, скорее всего. Или от некоторых родственников, ну всякие бывают. С риэлторами, так скажем, не каждый день встречаешься, а вот от родственников всё, может быть. Для меня ниоткуда, лично. Но, конечно, если случится так, что я останусь со своей квартирой наедине, то думаю, что родственники, конечно, заявят о себе. Ну, кроме чёрных риэлторов и родственников, мне кажется, больше никто. Друзья, знакомые, они, мне кажется, всё равно не имеют права на квартиру. Да, наверное, от родственников-то больше, кстати, чем от соседей, от риэлторов. Да, точно. Угроза может исходить откуда угодно. Человек может начинать продавать квартиру, слышали соседи, сказали пятым-десятым, человек ушёл на работу, пришли незнакомые люди, вскрыли квартиру. Чёрных риэлторов, наверное, вспышка была в основном в 90-е годы. Но сейчас, ну, сложно сказать, наверное, от родственников разве что. Смотрите, ну, всё равно вопрос про непроверенную историю, неурегулированные отношения. Если приобретает кто-то вторичную квартиру вдруг, и там оказываются какие-то претензии собственников, кто может нести ответственность? Риэлторы могут, ну, потому что я в городе знаю, кажется, только одно агентство про него слышал, что в спорной ситуации оно заплатило деньги клиенту, перед которым было виноват. Ну, то есть проверяло чистоту сделки и решило на себя взять благородную ответственность. С кого можно деньги потребовать? Снотариуса, с которым там заключается какой-нибудь договор в случае развода с риэлтора. Может быть, на Российскую Федерацию можно подать в суд, если в регистрационных службах не зарегистрирована спорная ситуация? Давайте так. Если оказаны некачественные риэлторские услуги, то никто не отменял закон о защите прав потребителя. И на основании 28-й статьи данного закона можно обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба, который возник по вине риэлтора. А если деятельность риэлтора еще и застрахована страховой компанией, то это все является страховым случаем, и страховая будет выплачивать ущерб клиента, если таковой возникнет. Естественно, этот ущерб должен быть установлен, если не добровольно, то в судебном порядке. Такие прецеденты у нас по городу Екатеринбургу есть. Мне режиссер подсказывает, что у нас есть телефонный звонок, причем звонит тоже потерпевшая от того же самого человека. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Устинова Вера Михайловна. Вы узнали ситуацию и узнали себя в Татьяне? Мы с Татьяной знакомы, так как наша общая беда нас сблизила. Нас пять потерпевших сейчас по городу есть, именно потерпевших. На остальных квартирах мы еще не знаем. Так, и каким образом вы собираетесь действовать, если вы уже объединились в профсоюз потерпевших? Ну, я не знаю еще, каким образом собираемся действовать. Просто так получается, что Татьяна пока еще живет в своей квартире, а мы уже не живем. Он нам создал такие условия, что мы же здесь жить не можем. Имея свою квартиру, долю в квартире, мы скитаемся, не знаю где. Вот он уже нас полтора года заливает всякой краской, черной смолой какой-то, то еще что-нибудь, то хлоркий мешок рассыпет. Ну, каждый, вот, если он увидит, только мы были в квартире, значит, начинаем наводить порядок, только маленько наведем, приходим, опять что-нибудь у нас. Тут двери вырезаны, двери вырезают все полностью до улицы. Черемет нас показывал четыре раза, именно мою квартиру. Хорошо, а как этот человек заявляет на свою долю в квартире? У него какой повод для прав? У него одна вторая квартиры. Он купил эту одну вторую у кого? И предлагали ли вам выкупить? Ну, досталось и мне, и еще одной женщине, она свою долю продала ему, вот, этому черному риэлтору, Жигареву. Ну, вам же предлагали перед этим, наверное, выкупить половину? Никто мне ничего не предлагал. Когда мне предложили, через неделю он уже заехал, но ни одного дня он не жил, и с первого дня только зашел, сразу говорит, у меня есть разговор, давай продавать квартиру, я тебе дам денег столько, что ты сможешь комнату купить. Я говорю, а зачем мне комнату на комнату менять, если у меня рядом работа, рядом садик, рядом больница, в которой я стою на учете? Понятно. Зачем не в другой район ехать? Вот, и он не стал создавать невыносимые условия. А полиция как реагирует? Ну, вот, если взять, с прошлого сентября, вот, за полтора года, 21 отказной материал. Нет состава преступления. Понятно. То, что он делает, как бы, не убийство же, он ведь вас не душит. Не душит? Ну, вот и все. Ну, не душил же, там вареткой на вас не замахивался, а то, что он вам словами говорит, то, что он вас закопает, там, якобы это он шутит. Вот, и все. Понятно, спасибо. В этом случае, что принуждение к сделке, или что-то еще можно предъявить, или здесь, ну, просто совладелец в законном праве имеет право портить свою часть собственности? Он портит не свою часть. Это порча идет уже движимого имущества. А движимое имущество в данной квартире, как я понимаю, ему не принадлежит, потому что он никаких улучшений там не производил. Ну, по крайней мере, в вашем случае так. Это уже противоправное действие в отношении собственника движимого имущества. двери, прочие имущества. Правильно? Человек же понес определенные материальные затраты на его приобретение, установление. Так, вот черные риелторы, в принципе, мы о чем говорим, наверное, о людях, которые изначально заведомо для себя, да, от своего имени, либо от имени лиц, которых они представляют, совершают сделки, направленные на отчуждение, либо на приобретение прав на недвижимое имущество. Да, как правило, это сделки с порогами воли, ни для кого не секрет, квалифицируются как мошенничество. Вот остальные противоправные действия, как следует понимать, ну, мы уже говорили, как хулиганство, как повреждение имущества, как самоуправство. Вот, а если выдвигается требование о передаче права собственности возмездно, это уже принуждение к совершению сделки. Когда эти действия подкреплены иными противоправными действиями безвозмездно, это уже может быть и вымогательство и прочее. Хорошо, ваш совет, если что, жаловаться в прокуратуру и писать заявление в полицию. Ну, прежде всего в полицию, потому что это орган профилактики и защиты прав. Прокуратура, мы уже надзираем за законностью действий полиции. Хорошо, вы что будете делать сейчас? Ваши дальнейшие действия, если можете раскрыть стратегические планы. Ну, я как бы не собираюсь сдавать позиции свои более того, что, значит, я уже говорила, что я единоличный собственник. И у меня есть на то свидетельство, на единоличную собственность. Где вот эта одна, вторая доля, я не знаю. Соответственно, значит, дальше я обращаться буду в прокуратуру, я уже на протяжении 9 лет обращаюсь в различные органы, но пока еще все стоит на месте. То есть, значит, с представителем Росреестра я не согласна в корне, в плане том, что, значит, я уже говорила, что федеральный закон 122 нарушен вами. Я пытаюсь подвести итог, но у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, что у вас за вопрос или какое мнение высказываетесь. Меня зовут Вадим. Местный житель родился в этом городе. На самом деле, меня история о черных риэлторах мимо не обошла. Так. Я по подобному случаю лишился дома частного. Тоже половина принадлежала не вам или какая-то доля? Почему? Все было ваше. Я был единственный наследник. Вдохните, пожалуйста. Единственный наследник. Так. И каким образом вас отняли? Ну, были застройщики, которые строили там хорошие такие дома. Они и сейчас их стоят. Договорились о сумме. Сказали, вот, пиши расписку там на 100 тысяч, грубо говоря. В случае там, если ты отказываешься нам продавать, то будешь должен 200. Я написал эту расписку. Денег я этих 100 тысяч так и не увидел. Тут же передали эту расписку своему риэлтору, которому они доверяют. Расписка, соответственно, осталась тоже у него. Якобы они ему 100 тысяч платят, чтобы он там в суд сходил, чтобы там на средства. Ну, все вот эти процедуры были сделаны. Договор был расписан на 3 месяца. То есть в течение 3 месяцев мне должны были все документы оформить и рассчитаться со мной. Потому что курс инфляции, ну, все дела. Вы сами понимаете, в какой стране мы живем. Деньги обесцениваются. То есть если делать сделку, то ее надо делать быстро. Вот. К тому времени недвижимость, о сумме, о которой шла речь, там, 2 миллиона, да, по тем временам, обесценилась ровно в два раза. То есть на тот момент, за совершение сделки, она состоялась у нас только через 10 месяцев, недвижимость поднялась в два раза. Ну, то есть у вас не то, чтобы лишили дома, просто очень долго шел процесс и деньги подешевели. Шел процесс не по моей жизни. Они забрали расписку по поводу этой расписки, потому что я денег не видел. И эту сделку я совершать не желаю. Я обращался, не поверите куда, в генеральную прокуратуру. Спасибо, Вадим, за историю и за мнение. Ну, в общем, не совсем черные риэлторы. И тем не менее, времена трудные. Все говорят, что новые 90-е. Будет ли больше черных схем? Стоит ли опасаться собственниками или тем, кто хочет заключать какие-то сделки с недвижимостью? Надо ли бояться или нет? Мы не вернемся в темные времена, проклятые 90-е. Надо не бояться, нужно все проверять и, так скажем, не пускать все на самотек. А ходить все-таки проверять и обращаться к юристам, к нотариусам, в адвокатские конторы за предварительной проверкой документов. Спасибо. Последнее напутствие. Ваш последний совет. Итог. Точка. Доверять свою квартиру для продажи только проверенным риэлторам, которые уже совершали сделки знакомым или друзьям. Ну и, конечно, как уже сказали, проверять документы самому. То есть не надеяться только на риэлтора. Спасибо большое за это.